Эй-хэй, бля! А теперь смотри сюда, бля. Почему тут, сука, мало просмотров? Это же круто, почему мало просмотров? Ну ладно, ничего страшного, я прощаю тебя за это. Но главное, чтобы ты поставил лайк в этой серии. Сегодняшняя серия будет просто бомбовая. Ладно, теперь режим приколов офф. В этой серии вас ждёт крутое развитие с нуля, без доната до топовых ресурсов. Крутейший лут с мистиков. Убийство игроков в топовой броне. Крутые способы фарма. А также нелепые смерти. Ну чё, погнали, вижу новогоднюю ёлку, которая стоит в центре спавна. Ну да, красиво, конечно, мне нужно на варпмайн. Телепортируюсь на варпмайн. Фастом сверяю аукцион для того, чтобы посмотреть цены. И бегу вниз в шахты для того, чтобы залутать какие-либо ресурсы и сдать их сразу же байеру. Но, к сожалению, ресурсов снизу не было. Поэтому я решаю взять второй китстарт, чтобы пополнить свой баланс с помощью мяса. То бишь, половину мяса я выставлю на аукцион. Перед этим мне покупают мясо, которое я выставлял не кадра. А далее покупают мясо, которое я выставил прям только что. На балансе теперь 74к. Это означает что? То, что нужно брать кирку за 40к, которая выставилась очень удачно на аукционе. Далее я решаю немножко подкопать железо, дабы потом его переплавить в печке и слить за нормальную цену на аукционе. Но как только подкопал немного железа, я решил побежать к печкам. И там меня встретил игрок. Видимо, этому бедолаге нужна была кирка. Но я, естественно, дал ему кирку, только каменную. Далее помчал к бочкам. В бочке ложат невероятно богатые ресурсы по типу камня и булыжника. Но в этот раз мне нужен был булыжник. И этот булыжник я выставлял по 15 тысяч. И как же я был удивлен, когда этот булыжник скупали резче, чем какие-нибудь алмазы на аукционе. Просто, блин, я не знаю, булыжник на расхват, ребята. Зачем что-то делать? Здесь можно просто продавать булыжник из бочки. Дальше отправился в автошахту порыть алмазов. Далее решил чуть-чуть получше сделать себе кирку. И закупился еще более крутыми кирками, чтобы их совместить. После того, как порылся, решил купить еще одну кирку. Уже четвертую. И она уже была на бульдозер. И если ее совместить, у меня получается очень хорошая кирка в самом начале развития. Я совмещаю. На это потребовалось всего лишь 8 левелов. И у меня получилась топовая кирка в самом начале развития. Далее обновилась автошахта. И обновилась она на мифическую. В мифической автошахте гораздо больше алмазов, нежели в обычной. Мне удалось накопать около 37 алмазов. Что было достаточно приятно в самом начале развития. Учитывая то, что я отыграл на сервере где-то примерно 20 минут. Далее снял с аукциона еще 18 алмазов, которые мне не купили. И решил отправиться на поиски какой-либо базы. Для того, чтобы все-таки как-то сохранять свои ресурсы. Бежать я особо долго не стал. Поскольку это все-таки первоначальное развитие. И сейчас мне крутая база на далеких координатах особо-то и не нужна. Мне будет достаточно какого-нибудь сарая на РТП. Ну и наверное это была главная ошибка в начале моего развития. Поскольку я упал в каньон, где было дохерища мобов, которые все хотели меня убить. Ну и поскольку мой IQ находится на уровне жопы жирафа. Я решаю все-таки раскопать эту капсулу, чтобы меня убили скелеты. Это было просто гениальное решение. Вот просто сейчас сижу, монтирую и удивляюсь. Какой же я умный. Сетхом я естественно не успел поставить. Поэтому пришлось писать РТП и бежать за своими ресурсами. Обычно в фантайме ресы не дропаются. И в этот раз я тоже думал, что в принципе что может угрожать им. Ничего страшного. Сейчас прибегу и заберу их. Даже для этого купил специально, сука, зелье скорости и побежал. Бежал я наверное около минут 20 даже с учетом того, что я был с зельем. Ну как бы мучился, мучился. Но все-таки добежал. Пробежал, правда, мимо дырки, куда можно было спуститься. И какого-то хера я там увидел булыжник. И у меня стало подозрение, что возможно мои ресурсы мог залутать какой-нибудь другой игрок. Но поскольку профи паркура, все-таки да, надо показать какой я крутой. И потихоньку спускаться. Спустился, моих ресурсов там не было. Меня убила сучара ведьма. И я решил опять продавать булыжник. Поскольку ресурсов теперь, которые я добывал, у меня нету. Но я решил не впадать в отчаяние. Все-таки булыжник у меня покупали. И я решил купить книжный полок для того, чтобы подчарить каких-нибудь кирок. И заработать себе опять же первоначальный баланс. Который у меня был, но который успешно просрал из-за скелетов и какого-то крипера. Но для того, чтобы что-то зачарить, нужны пузырьки опыта. У меня их нету, поэтому я продаю просто кирки на эффективность 3. Выставив все кирки, я вижу, что все-таки их начали скупать. Что меня обрадовало. И я опять вабанк закупился изумрудами и начал продавать кирки. Только второй раз их скупали уже не так охотно, как в первый. Ну в конечном итоге, конечно же, купили через пару минут. И я закупил себе кирку на удачу 2. Поскольку я увидел в этом карьере лазурит и решил подумать, может быть, все-таки там будут алмазы. Поскольку там всегда должны быть алмазы, если ты копаешься на север, то бишь норс. Но, естественно, алмазов там не оказалось. Поэтому пролил скупую слезу и побежал делать себе чаровалку. Сделал себе чаровалку на 30 уровней. И был уверен, что да, сейчас у меня, конечно, попрет. Сейчас я заработаю свои первые миллиарды. Но какого-то хера мне вбрело в голову сделать топоров. На самом деле у меня была идея зачарить эти топоры на Дровосек 3 и колоть деревья. Но потом я понял, что это плохая идея и просто выложил их в сундук. Далее увидел, что идет мистик и мне нужно было туда очень быстро бежать. Поскольку это единственный шанс заработать еще много монет за пару секунд. Мне повезло и какой-то игрок поставил там целый варп на мистике. Это была невероятная удача, такое бывает раз в год. Поэтому я телепортировался и был поражен от того, что действительно кто-то поставил варп на мистике. И увидел то, что до мистика в принципе осталось не так уж и много. Но у меня была проблема, что мне нужно было бы все-таки поставить какой-нибудь второй сетхом. И на этот момент у меня не было клана. Поэтому я решил создать клан, убить игрока, который насилует свою голову. Ну а далее для того, что у меня было неплохое подспорье для лута мистика, я закупился чаркой. И в принципе до места оставалось уже пару секунд. И поскольку этот мистик я был просто обязан залутать для того, чтобы мое развитие продолжилось стремительно. Из-за этого я очень сильно волновался. И у меня вспотели руки, жопа, в общем вы поняли. И я очень сильно хотел его залутать. И о, удачи! Я увидел в инвентаре у себя зелье отрыжки, которое на аукционе стоит достаточно круто. Я до последнего пытался уплыть куда подальше, чтобы все-таки мне никто не дал КТ. Но все получилось удачно, я спокойно ливнул на хом и увидел, что кроме зелья отрыжки у меня еще и полстака алмазов. Ну и вот теперь можно почитать, сколько я забрал с этого мистика. Зелье отрыжки стоит плюс-минус где-то миллион триста, но я буду сливать его гораздо дешевле. Полстака алмазов стоит около двухста восьмидесяти тысяч, ну и плюс флаги. Это просто бесплатное дополнение. Зелье отрыжки выставляют за девятьсот тысяч и все как бы у нас неплохо. Алмазы оставляют на будущее. Далее я принимаю решение вложиться в порох, поскольку мне нужны фейерверки, чтобы самому летать на мистик. И кроме этого фейерверки можно продавать на аукционе за достаточно неплохую цену. Но для фейерверков нужен дополнительно еще и тростник, поэтому закупаю полстака тростника на аукционе, крафчу бумагу. Ну а далее уже делаю наши заветные фейерверки, с которых мы будем зарабатывать, с помощью которых мы будем добираться на мистик гораздо быстрее других игроков. Далее я часть фейерверка выставил на аукцион и мне пришла еще одна гениальная мысль в голову. Сделать себе ботинки на лавоход и зарабатывать с этого на псидиане. Поэтому закупился пузырями опыта по 15 уровней на аукционе и мне оставалось только зачарить эти ботинки. С первого зачарования мне выпала прочность 3, а со второго зачарования мне выпала чара, которая в принципе падает достаточно редко. Это лавоход, как раз таки то, что мне нужно. Но и за спойлерю мне выпал и второй лавоход. Далее с аукциона я очень удачно выцепил 14 блоков железа для того, чтобы скрафтить себе наковальню и не бегать на варп майн. Ну и сразу же в этой наковальне начал совмещать свои ботинки для того, чтобы максимально топово зачарить их на прочность. Поскольку их прочность это их работоспособность. Чем больше будет прочность, тем больше я смогу выкапывать обсидиана за один заход. Ну и поскольку когда я играл было 3 часа ночи, на аукционе попадались очень сладкие предложения. Вот например как этот меч, который купил за 400 тысяч и сразу же выставил его за 870, который кстати у меня выкупили тоже моментально. Вот так вот, если вы играете поздно, смотрите аукцион и возможно выцепите очень неплохую шмотку. Далее у меня зачесалось в жопе, что мне нужно срочно сделать себе хорошую кирку, кроме этого подзаработать на них. Поэтому решил закупиться изумрудами в шопе, снять зачарования с кирок, закупиться пузырьком опыта и начиновать их чаровать. С чарами мне везло не особо, но все-таки выпадали сладкие зачарования, которые хорошо улетали на аукционе. Ну и поскольку с первой партии кирок мне выпали не очень удачные зачарования, я решил сделать вторую партию кирок. А вот вы видите как их скупали, я выставлял какую-то за 50, какую-то за 130. Далее беру из сундука неудачные кирки и решаю с них снять зачарования, чтобы перечарить, для того, чтобы сделать себе хорошую кирку. И вуаля, через пару секунд я уже совмещаю себе, можно сказать, топовую кирку. С такой киркой даже на автошахту уже не стыдно сходить. Через пару секунд вижу в чате, что сейчас мистик и понимаю, что мне нужно оббежать скоростью света, поскольку именно в этой серии мне очень неплохо везет на мистике. Копирую координаты и отправляю свое путешествие на элитрах. Поскольку фейерверки у меня уже были, я купил недорогие элитры на аукционе и, в принципе, долететь до мистика мне не составило труда. Прилетел на мистику, увидел, что там долбанный назыричик в 3 часа ночи. Я даже не думал, что, в принципе, кто-то в это время может играть, но, как вы видите, есть такие ребята, которые специально ночью стоят и фармят эти месты. Продал элитры на аукционе, ну как продал, попытался просто их как вендерсундук положить, чтобы просто их никто не купил. По итогу, по-моему, кстати, купили. Далее, тот игрок телепортировался ко мне на перке, видимо, все-таки он не хотел конкурентов на мистике. Но, видимо, не только этот парень не хотел конкурентов на мистике, а еще и тупорылая инвиска, которая слила меня, наверное, на раз 5-6. Но меня это ни капли не остановило, как феникс постоянно возвращался на мистик, где меня убивали. Сколько можно, бля? Сколько можно, ёп? Но по итогу мне все это надоело, я все-таки решил залезть на дерево и взять перку, для того, чтобы в нужный момент туда телепортироваться. Далее вижу то, что до открытия остается пара секунд и кидаю перку. К большому, блин, сожалению, в этом мистике я смог залутать только Тайр Блэк и неплохие штаны, поскольку очень много вещей оказалось фантомкой. После этого я решил устроить возмездие и опять же вернулся на мист. И, к моему удивлению, в этом месте еще оставалась книжка и 8 изумрудов. Книжка, кстати, была на прочность 4. Тут я увидел, как чувак скидывает ресурсы и решил, естественно, их подобрать, потому что я пока что бомж, могу себе позволить, извините. Из ценных вещей то, что выкинул этот чувак, были только яблоки и пузырьки меда, которые можно, кстати, нормальную цену слить на аукционе. Далее текнулся на автошахту и увидел, что там очень мало игроков. Это был мой шанс залутать еще много алмазов. По итогу, конечно, не получилось, у меня прям очень много алмазов, но, как говорится, полстака все-таки окопнул. Если бы я был один, скорее всего, из этой шахты я бы вынес гораздо больше, но, к сожалению, даже в 3 часа ночи играет достаточно много игроков на фантайме. Копнул я даже 36 алмазов, а не полстака, так что, да, это круто. Но круче алмазов лежал в сундуке только Тайр Блэк, который выставил за 600 тысяч. Кстати, цена была занижена из-за того, что я, опять же, поздно играл. Далее решил попробовать еще одну схему, это закупать назовитовые слитки, переделывать их в трапки и продавать немного дороже. Но для этого мне нужен был обсидиан, а на аукционе этот обсидиан продавался по 300 тысяч. Ну и как раз в этом случае мне повезло, поскольку как раз на мне были ботинки на лавоход, которые я сделал буквально пару минут назад. Далее закупил 16 перок и телепортировался туда, чуть ниже к лаве, для того, чтобы именно там и вскапывать свой обсидиан. Мне повезло, я был первопроходцем в этом озере лавы, и мне оставалось просто пробежаться по лаве и сделать ее обсидианом, а дальше взять вторую руку, какой-нибудь блок, ну а далее просто вскапывать этот блок и получать огромное количество обсидиана. Кстати говоря, это еще очень крутой лайфхак, как прокачать уровень шахтера, поскольку каждый вскоп обсидиана в самом начале повышает вас на целый левел, что достаточно круто. Чем больше у вас левел, тем больше опыта вам дается за каждый сломанный блок. Соответственно, вы можете фармить, кроме обсидиана, еще и пузырьки опыта. Ну и сам скучный процесс вам показывать, естественно, не буду. Накопал нужное количество для того, чтобы сделать трапки, для того, чтобы еще чуть-чуть подзаработать. Сразу же выставил на аукцион по 300 тысяч и побежал домой для того, чтобы сделать те самые трапки. Сделал одну трапку и выставил ее за миллион сто. После того, как я выставил трапку на аукцион, у меня возникла идея, что все-таки мне нужно добавить еще дополнительную прощество в мои ботинки. На тот момент на ботинках у меня была прочность 4, но мне нужна была прочность 5. На тот момент я думал, что все-таки будут проблемы с покупкой трапок, поскольку время было позднее. Но нет, ее все-таки купили за миллион сто. Я увидел это сообщение и понял, что мне нужно двигаться дальше в этом направлении. Ну а теперь вернемся к ботинкам. Ботинки я зачарил, выбил нужные чары и у меня получилась защита 5, прочность 5, подводная ходьба 4. В общем, все нужные чары, которые мне нужны были на тот момент. Ну и после этого я решил опять же сделать ту же самую схему с незеритовым слитком. Переделал в трапку и выставил чуть дороже. По этой схеме было достаточно просто зарабатывать, поскольку особо много действий не приходилось делать. Выставил за ту же цену и осталось только подождать, пока ее купят. Снял с аукциона ненужные предметы, поскольку они немножко застоялись там. Ну а после этого отправился на второй заход добычи обсидиана, поскольку теперь у меня ботинки были получше. И я мог бы гораздо больше нафармить обсидиана, вернее большую пачку забрать оттуда. Кроме этого нашел лежащий на виду незеритовый обломок. Вернулся домой, сделал еще одну трапку и выложил ее на аукцион. После того, как выставил трапку, решил проверить, что там на варпмайн. На мое удивление, там оказалось шахты, которые вообще еще никто не тронул, поскольку на сервере, наверное, я один остался. И я воспользовался возможностью, выкопал полностью эту автошахту, сбал ненужные ресурсы Байеру. И в принципе с этой автошахты я забрал достаточно неплохой лут, а это около стака алмазов. Кроме этого, мне удалось заработать просто на Байере еще около 150 тысяч. По приходу домой у меня уже было 2 миллиона 400 тысяч. А это означало то, что в принципе сейчас настал момент, когда я смогу взять себе ботинки на починку и совместить со своими алмазными. Но Мистик думал по-другому и решил выситься прямо в этот же момент. Я отправился на РТП, взял элитры, порох, но как оказалось, невероятным образом РТП тэпнуло меня именно в точку, где был Мистик. Но не прямо в этом, мне там оставалось, наверное, блоков 50 пробежать. По сути, мне в этот раз не нужно было никуда даже лететь. Невероятная удача. В этот раз у меня были ожидания, что я приду первый на Мистик, но нет, они не оправдались, и на месте было уже до хрена народу. Дальше я скипнул время, которое просто так стоял и ждал, и остается буквально считанные секунды. Я, как нормальный человек, хаваю чарку, чтобы не отлететь с полтычки какого-нибудь инвизника. И оставалось только нажимать правой кнопкой мыши по этому сундуку долбанному и попытаться оттуда что-то забрать. К сожалению, прямо там стоял алмазник, который заюзал огненный смерч. Это подпалило всех инвизок, в том числе... Ну и в этот раз, опять же, удача повернулась ко мне не с жопой, невероятно, но факт. Наконец-то я научился лутать месты, и я забрал целый куш, а можно сказать просто охереть что. Ну а под мое понятие охереть что подпадает книжка на починку, крутая кирка, и кроме этого там была голова эндер-дракона, которую можно сдать в виде серебра и продать за очень хорошую сумму. В общем, балдеж, это, наверное, мой самый удачный мистик за все время, когда я снимал видео. Вау. Ну и так как на тот момент у меня были достаточно весомые ресурсы, я решил отправиться в путешествие и найти себе новое место под базу, поскольку ресурсами я рисковать не хотел, а я находился в очень удачном месте для любого РТП-шера. Ну и после непродолжительного полета нашел себе неплохое место, даже застроил с собой блоки и начал раскапывать свой сарай. Ну и в этот раз я не собирался сбивать на безопасность и решил хотя бы сделать стены из обсидиана, ну и потолок, соответственно. Поскольку, как бы, я все-таки блогер и за мной ведется охота постоянно на фантайме, и меня не любит очень много людей почему-то, я не знаю почему, может потому что я токсичный ублюдок, ну ладно, вот тут застраиваю, в общем, стены и далее мне остается застроить только потолок. Обычно, обычно, когда я снимаю видео, я всегда селюсь на РТП, поскольку что мне бояться, мне же на одну серию и все остальное. Но в этот раз я решил собрать достаточно много материала, именно поэтому, в принципе, наверное, я и занялся всерьез своей базой. Тут я даже решил застроить себе досками пол, чтобы это было похоже на какой-нибудь пентхаус. Далее я поставил чарку, поставил сундуки и, в принципе, мой дом был готов. Ну и поскольку переезд затуманил мне голову, я забыл выставить книжку с починкой на продажу, потом все-таки выставил, запросил за нее 3 миллиона 200, что было на тот момент, наверное, дороговато и ее очень неохотно выкупали. В будущем пришлось цену немножко снижать. Далее я божественным образом выцепил за неплохую цену шлем и думал, что мне удастся его очень быстро перепродать, если я его просто починю. Но, к сожалению, это тоже оказалось неправдой и по итогу этот шлем я себя оставил. После этого я снизил цену на починку и ее купили за 2 миллиона 500, хотя бы так. После этого мне оставалось купить долбанные башмаки на починку, но, к сожалению, именно в этот момент их не было на аукционе, я их не мог просто найти. Были обычные ботинки, алмазные ботинки, но не было ботинок, блин, с починкой. Но, по итогу, кстати, я купил их и за довольно завышенную цену, но в тот момент мне нужны были они срочно, поэтому я особо и не думал. Кроме этого, на аукционе мне пришлось купить еще дополнительно назеритовый слиток, поскольку мне нужно было переделать мои алмазные ботинки в назеритовые. Если бы я это не переделал, я бы просто не совместил их с теми, которые были на починку. Далее я просто накидываю назеритовый слиток на свои алмазные ботинки и у нас получается двое ботинок, только одни с лавоходом, а другие с починкой. Далее я просто совмещаю их и получаю то, что мне нужно. Ботинь, который можно чинить прямо в процессе добычи обсидиана Но, к сожалению, на тот момент у меня не хватало немного опыта И на балансе не было денег, чтобы докупить пузырьков Поэтому я помчал к палачу и начал обменивать у него головы на серебро Ну а для тех, кто не в курсе, для чего нужно серебро За это серебро можно купить какую-либо отмычку И с помощью этой отмычки открыть любой кейс Со сферами, с ресурсами, с инструментами Ну, в общем, вы поняли Открываете этот кейс, а вам попадает плохая или хорошая шмот Но желающих испытать удачи очень много Поэтому серебро на аукционе стоит достаточно дорого Поэтому вместо того, чтобы открывать какие-либо ключи Я просто продаю его на аукционе и получаю неплохую прибыль После того, как я примерил цен на серебро Я решил выставить стак серебра за 2 миллиона 300 На тот момент это была завышенная цена И 22 серебра выставил за 450 тысяч Спойлер, тот стак у меня не купили И пришлось понижать цену А вот как раз 22 серебра у меня выкупили спокойно После того, как разобрался с серебром Вернулся домой, залез на ковальню И наконец-таки совместил свои незеритовые ботинки И по итогу у нас получились просто пушечные боты С которыми можно спокойно бегать по лаве И просто потихонечку починивать их опытом Что будет достаточно приятно в моем случае Когда у меня уже есть и хорошая кирка И хорошие ботинки И теперь я просто бок обсидяна, можно сказать Далее я решил скинуть цену на серебро Взял по полстака и продал их за 750 тысяч каждый За такую цену, на удивление, очень быстро выкупили Ну, конечно, снизил, блин, можно сказать, 2 раза Сделал себе 5 стаков пузырьков опыта Для того, чтобы чинить свои боты Сделал, кстати, через рецептор крафтов Которым мне советовали пользоваться Вот теперь пользуюсь Ну, пока я занимался делами Написал мой тиммейт вконтакте И сказал, зайди, ты просто охереешь Я зашел реально просто охерел Тут была просто новая территория При том, что она была почти полностью разрушена под ноль Тут вообще ни одного живого места не было Но парень с ником Каурзис Полностью восстановил эту теру под нашу деревню Возможно, в следующем ролике мы снимем тут еще одно видео Если, конечно, ее до этого момента никто не разбомбит Ну, а после этого ринулся в ад Испытывает свои новые боты За которые у меня просто была гордость Потому что я их, можно сказать, с нуля сделал И потихоньку начал накапывать себе пачками обсидиан Для того, чтобы продавать его Кстати, именно в этом видео обсидиан зарешал очень большую роль Если бы не он, наверное, так быстро и стремительно Я бы не смог развиваться После этого я вернулся домой С практически полным инвентарем обсы И начал постепенно выставлять его на аукцион по 120 тысяч Если что, стак обсы улетает за 120 тысяч просто моментально Но меня подводило то, что у меня было мало сотов на аукционе Если бы у меня был донатерский аккаунт, к примеру Я бы зарабатывал гораздо быстрее После этого, кстати, я отправился на мистик И ожидал, пока он откроется Но особо долго мне ждать не пришлось Остаются считанные секунды Я прыгаю на мистик И пытаюсь его открыть У меня самая удачная позиция Я на дереве Они все снизу Фу-фу-фу В общем, мистик открывается И я просто со скоростью света пытаюсь что-то залутать По итогу, блин, залутал я фантомок Столько, что мама родная Ну, я достаточно успешно вернулся домой Выложил все ресурсы, которые забрал И решил отправиться туда вновь Дабы попробовать убить пару инвизок Возможно, как раз у этих инвизок осталась часть вещей с мистика Ну и, в принципе, я был прав Некоторые ресурсы все-таки оставались там Но меня снес случайный зеричек Спасибо, блин Ну, особых причин расстраиваться не было Поскольку я залутал неплохой куш в виде серебра И черепа визор скелета Которые можно обвинять на это же серебро К примеру, 45 серебра можно продать, наверное, около 900 тысяч Так что, в принципе, я залутал успешно Далее сбегал до палача Получил 15 серебра за голову визор скелета И по итогу у меня получался почти 100 к этого же самого серебра Вкинул 45 серебра на аукцион за 950 тысяч И отправился домой После продажи всех ресурсов с мистика В частности, серебра На моем балансе было 4 миллиона 200 Кроме этого, я допродал весь оставшийся обсидиан Но даже этого мне не хватало Чтобы доделать себе топовый сет Кроме этого, купить бафов и всего остального В общем, весь комплект, чтобы сходить на мистик Поэтому в очередной раз мне пришлось отправиться в ад И накопать целый инвентарь обсидиана Как я его накапывал, я, естественно, вам показывать не буду Поскольку это мега нудно Но достаточно быстро После того, как я накопал целый инвентарь обсидиана Опять же, я вернулся домой Все выложил и приступил к закупу ресурсов Которые мне понадобятся в ПВП На тот момент там не был одет практически весь Назеритовый сет с починкой Но у меня не хватало штанов И кроме этого, нужно было добавить Защиту на нагрудник и шлем Далее удачно выцепил штаны на починку После этого выцепил обычные штаны Назеритовые, но с другими чарованиями Которые мне нужны, чтобы совместить их И сделать защиту 5 Совместил и получил себе достаточно топовые поножи После этого дело оставалось за малым Я купил по дешевке неплохой такой нагрудник Совместил его И получил себе опять же топовый грудак С которым уже не стыдно в ПВП сходить Оставался только шлем И главной проблемой шлема была То, что он очень дорого стоил на аукционе Но не прошло и года Я увидел на аукционе шлем за 600 тысяч Который был без починки И оставалось только совместить И получить один топовый После этого, в принципе, мой сет Не нуждался в каких-либо добавлениях Поскольку он был уже на 100% заряженным И был готов к ПВП Далее на повестке дня Оставался только меч И бафы с чарками Ну, насчет меча я сразу же пошел ва-банк Скрафтил целый инвентарь мечей Некоторые мечи я снял за чарование А некоторые мечи просто положил в сундук Чтобы далее совместить И получить остроту 7 Далее был крайне нудный процесс Совмещения мечей И тут я делал остроту 7 Кроме этого, я вне кадра Зачаровал себе мечи Которые были на детекцию и яд Ну и буквально через 10 минут Моем инвентаре был практически топовый меч На все нужные чары в ПВП То есть детекция, окисление Заговор огня, острота 7 В общем, все это на нем было Ну а далее, как говорится, какие мечи И сейчас идет мистик Собрал себе инвентарь Взял меч, который мне не нужен был Он был на заговор огня И отправился на мистик Ну и в принципе вот До мистика остаются считанные секунды Я вижу, как инвизник в броне Нахера-то стоит около дерева Пнул его И в принципе мне оставалось только Открыть мистик и забрать оттуда резы Поскольку самый борзый инвизник На этом мистике был я Подпрыгиваю Я очень испугался, что меня оттолкнут от резов Но нет, мне повезло И я залутал все, что можно было Ну вернее, то, что возможно было К большому сожалению, перка была в КД Как раз, когда мне надо было ливнуть оттуда Но все-таки я каким-то образом ливнул Наложил в штаны, правда Но все прошло успешно Ну и так получилось, что с этого места Я забрал просто какую-то чепуху В общем, абсолютно нулевые резы Кроме серебра, ничего ценности не представляло Но да ладно Далее я приступил к закупу чарок Мне нужно было около 8 штук Но по итогу я столько и купил И потратил весь свой баланс, который у меня был Но, к счастью, для меня это не проблема Поскольку у меня есть лавоходы И я опять сбегал за обсидианом Дабы подфармить еще немножко себе монет на баланс Но перед этим я купил назеритовый слиток И сделал себе назеритовый меч Поскольку с алмазным мечом бегать вообще не комильфу На нафармленные деньги с обсидиана Решил прикупить себе сферу На талисман мне какой-либо навряд ли бы хватило А вот на сферу вполне себе Поэтому решил остановиться на магме Поскольку она давала твердость брони и прочность Соответственно, не так быстро Меня бы кто-то смог слить Далее оставалось закупиться зельями Я купил себе пару скоростей, пару силы В общем, чтобы мне хотя бы на минимальное пвп хватило этого И дополнительно купил исцелялок После всех манипуляций в моем инвентаре Было все, что мне нужно Обычные яблоки, золотая морковь, все бафы И все остальное В общем, я был грозой назеритчиков Ну а далее мне оставалось просто долететь до мистика Я успешно долетел Выбросил все ненужные ресурсы И спокойненько начал искать, где именно он находится Как оказалось, этот мистик заспавнился на самом высоком дереве И в принципе для меня это был успех Ну а далее в моих мыслях было Да, этот мистик мой, ребят, извините, я вам не по плечу Куда вы, инвизники, убегайте Тут назеритчик стоит Но как только увидел алмазника Даже от алмазника у меня неплохо так сжалось очко Но меня это особо не смутило Он, кстати, первый на меня напал Экий наглец Но я сразу забафался и вступил с ним в драку Обычно я очень сильно начинаю волноваться во время пвп Да и в принципе до этого момента я не особо-то и умел пехаться Но все-таки тренировки на ПТ дали свой результат И в принципе я неплохо так критовал по нему Тут, конечно, меня немного и магма ограничила Поскольку она забирала 10% от скорости атаки И поэтому я не так сильно успевал его критовать Ну и по итогу у этого парня очень быстро слетел тотем И я был в шоке, что я неужели кому-то смог дать тотем И вообще, в принципе, что происходит И, в общем-то, этого парня я слил Да, но все резко подобрали долбаные инвизники Меня особо это не расстроило Поскольку он был всего лишь в какой-то алмазке Далее опять залез на дерево И увидел то, что снизу назеритчик Тут, конечно, я уже немножко очканул Но после успешного слива алмазника Я как-то замотивировался И мне было не так уж и страшно Этот назеритчик, опять же, очень дерзко на меня напал И я увидел, что у него, в принципе, говно сфера Ну, это было ошибочно И у этого засранца оказался талисман-крушитель О котором он вытащил из своей серой штанины На этом моменте я понял, что мне все-таки, наверное, лучше отступить Хотя попадало по нему достаточно неплохо И, в принципе, на перекритовке я даже выигрывал Вот Но тут все помешало тем, что у него был именно талисман-крушитель И далее он уже мне начал проносить И я решил немножечко отступить И в данном случае меня так неплохо засейвили именно мои ботинки Которые я не поленился и зачаровал на подводную ходьбу Поскольку по воде со скоростью 3 я уплывал достаточно быстро После моего тактического отступления я собрал яйца в кулак Схавал чарку и увидел, что эти ребята бьются между собой В принципе, мешать мне не особо хотелось Поскольку я хотел дождаться Пока у кого-нибудь из них сломается какой-либо элемент брони Но по итогу я особо этого не дождался Докупился аукционом дополнительно чарок И ринулся в бой Ну, как сказать, в бой Просто откинул в сторону этих ребят перку И понял, что у одного из них сфера панакея Соответственно, тот, у кого было панакея, был гораздо слабее Поэтому я выбрал, что лучше я буду бить того чела, который с панакея Поскольку я гораздо быстрее смогу его слить Ну и кроме этого я понимал, что тот чел сталом круша Неплохо так снес ему брони И по сути этот чел для меня легкая добыча Кроме этого, тот чел, который был с крушем Чинился в сторонке, а я пока бил вот этого челика Ну, по итогу я понял, что у него уже совсем мало хп И, как видим Видимо, тот чел сталом круша Все-таки решил по мне больше бить, чем по нему Но меня это особо не волновало Поскольку у меня сфера как раз на защиту брони Особо быстро она бы у меня не сломалась Ну и далее, видимо, этот чувак уже понял Что проще слить вначале панакея А потом уже попробует слить меня Поэтому мы с ним начали лупить этого бедного челика Ну, этот челик, кстати, нужно отдать должное Лупился до Талова Пока у него, наверное, не слетели последние хп Потом он, конечно, дал дёру И, соответственно, начал убегать Ну, естественно, против тебя, считай, два назыречика бьются Ну, естественно, я принялся догонять этого парня Потихоньку накидывал ему в спину по ударчику Но даже эти ударчики, они решают достаточно большую роль в пвп Поскольку это хотя бы немного Но калечит твою броню И, в конце концов, у тебя может сломаться любой элемент брони В этот момент тот чел, который бежит сзади меня Даже не бьёт меня Поскольку понимает, что проще слить вот этого парня Который уже левает А не заниматься мной Поскольку я тоже могу точно так же убежать Ну, тут он прыгает в озеро Надеется, что, возможно, у нас не будет подводной ходьбы Но, видимо, он ошибся И мы принялись, опять же, догонять его Тут у него остаётся 2 хп И я не пробиваю по нему нужный удар И всё-таки он ещё живёт После этого этот чувак его всё-таки добивает критом И я просто охреневаю Сколько же ресурсов было у этого чела в инвенте Ну, а теперь начинается самое интересное Этот челик начинает аргеть меня Чтобы я отошёл от ресурсов Но я в ответочку тоже начинаю его критовать И, в принципе, неплохо так получается У меня это делать Но обидно лишь за то, что у него талисман крушителя И навряд ли я его проношу этими ударами Без какого-либо дополнительного урона на своей сфере Но поскольку я не особо-то теряю хп Я просто продолжаю с ним пэхаться И особо сильно у меня в этот момент очко не играет Единственное, наверное, что меня очень сильно печалило То, что у меня неплохо так ломается броня Далее, видимо, ведьма мне накинула яд Это просто невероятный был прикол от ведьмы Или, может, ему накинула, не знаю И далее этот чувак просто начинает куда-то убегать Я очень сильно замотивировался этим И рассчитывал на то, что он сейчас просто куда-нибудь ливнёт И я спокойно долутаю ресурсы Но нет, он оказался настолько жадным Что начал лутать ресурсы прямо в время того, когда я его криту Видимо, ему было просто мега насрать на мои криты Но потом я врубился, к чему он устанавливал Своих ресурсов Он решил залутать от лута пузырь копта, чтобы починить свою броню Видимо, всё-таки броню я ему неплохо так подломал Ну, а далее он опять начал отступать И потихоньку чиниться Я забафал силу 3, поскольку до этого бил его даже без силы Поэтому тут как бы и понятно, к чему я ему особо ничего не проносил Тут я уже под силой И он вроде бы как чуть-чуть там что-то подчинил Но он попутно, как я вижу, пытается и чиниться, и биться В общем, с бронёй, скорее всего, у него всё было очень плохо Если бы у меня был мод на просмотр брони И, скорее всего, возможно, даже я бы его и слил Тут я увидел, как он в наглую захавал чарку А на тот момент у меня было ещё кд на чарку Я понимал, что немножечко я проигрываю И начал меня неплохо так проносить Поскольку всё-таки талкруша, ну, вес имеет И тут я потихоньку начал отступать И поскольку у меня была подводная ходьба Я решил уплыть по речке Ну и в этом пвп сдаваться не хотел Подчинил броню, и этот чувак сам меня настиг И, в общем-то, у нас опять развязалась драка Где, ну, в принципе, наверное, он уже немножко перекритовал Меня, не знаю, прям разошёлся резко, чувак Вот, и уже совсем по-другому всё это происходило Ну, далее тут я тоже, опять же, начинаю Ему неплохо так критовать Вот, на удивление И он запился, наверное, силой или исцелом На тот момент меня спасало только то, что на мне сейчас была чарка Но каждый его удар сносил мне одно сердечко чарки Вследствие после того, как проходили сердечки чарки Он начинал сносить мне мои основные сердца После которых я бы мог умереть Поэтому я откинул пёрку, чтобы хотя бы немножко отрегенить свои хп Ну, или там съесть какое-нибудь яблочко Но этот чувак особо отпускать меня не хотел И я увидел то, что в инвенте у меня лежит слабость 2 После этого накинул на него слабость Но этот чувак оказался ни хера не простым И накинул на меня в ответку эту же слабость И, в общем-то, теперь у нас абсолютно всё поровну Но я продолжал его критовать По итогу я увидел, что всё-таки этот чувак хочет ливнуть И я решил этим воспользоваться И тоже по фасту свалить отсюда Поскольку в этом пвп было совсем непонятно, кто выйдет победителем Как потом оказалось, этот чувак подтвердил, что у него был талк рушителя Кроме этого, у него просто поломалась броня Именно поэтому он решил отступить А у меня были пузырьки опыта В принципе, я бы смог починиться Ну и, в общем, я спокойно ливнул домой И просто охерел от количества ресурсов, которые были в моём инвенте Из самого ценного там был крутой шлем И достаточно много отмычек Аж целых 5 отмычек Которые каждую можно продать примерно за миллион Короче, я был доволен просто как гиппопотам Вот реально, как ник у меня в Манкрафте, так я и был доволен Поскольку, во-первых, меня не убили А во-вторых, и чё, я смог кого-то убить Кроме этого, ещё и золотал рез из мистика Это же просто балдёж, ребята Блин, невероятно Я сам в шоке, что настолько успешный материал у меня получился И я очень долго сидел, это озвучил Поэтому, надеюсь, вы очень сильно оцените этот ролик Поставите дохерища лайков Будет дохера просмотров И я буду просто счастлив Большое спасибо тебе за просмотр, друг Я очень рад, что ты посмотрел моё видео до конца Это просто невероятно Пожалуйста, поставь лайк, и я буду очень счастлив